Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Саймон Бирч». Приятного просмотра! Джо Вентворд пришел проведать могилу своего школьного друга Саймона Бирча, который умер в возрасте 12 лет. Будучи пацаном, Джо посещал воскресную школу, причем занятия наводили тоску не только на учеников, но и на преподавательницу Мисс Леви. Любимое занятие детей – потягать на руках самого маленького жителя города, Саймона Бирча. Он был настолько мал при рождении, что вышел из утробы, когда его мать просто чихнула. На младенца все смотрели как на настоящее чудо, но из-за слабого сердца, по прогнозам врача, он не должен был дожить и до утра. Однако он дожил до утра, жил и неделю, и месяцы, и годы, хоть и родительской любви он за всю жизнь так и не познал. Джо возит Саймона по городу на коляске, приделанной к его велосипеду. Они приехали на бейсбольный матч, чтобы провести его на привычном для себя месте – на скамейке запасных. Мама Джо Ребекка забеременела еще в школе и отказалась называть имя отца ребенка, из-за чего репутация в городе у нее подпорчена. Маленький Саймон называет ее секси и хвалит роскошную грудь. Саймона позвали на поле, все питчеры его ненавидят. Из-за малых размеров невелика и его зона, поэтому соперники не могут в нее попасть, а отбивать мяч он не собирается. Больше всего мальчика радует похвала прекрасной мисс Вентвард. Друзья бегут на перегонки к карьеру. Саймон немного отстает. Мальчишка любит задерживать дыхание под водой. Джо должен был считать, но забылся, когда подплыли девочки. Всплывший Саймон тоже засмущался и шепотом прокомментировал подросшую грудь Марджери. Может она как-нибудь даст нам ее потрогать, если мы заплатим? Саймон грустит, хоть девочки и называют его прелестью. Вряд ли они с ним будут целоваться, но все изменится, когда Бог сделает его героем. Саймон уверен, что так и будет. Джо живет в доме своей бабушки, которую очень раздражает Саймон. Она называет его существом и аномалией. Ребекка хвастается новыми отношениями. Тут в дверь как раз позвонили. Саймон, Берч, отойди от окна, ты его спугнешь. Бен знакомится с Саймоном и Джо. Ухажер пришел с подарком, однако его пока нельзя трогать. Он усадил друзей следить за пакетом, чтобы то, что сидит внутри, никуда не убежало. В конце концов, они решились заглянуть внутрь и закричали на весь дом, обнаружив в пакете чучело-броненосца. Джо не хочет принимать подарок от очередного маминого ухажера. Зато Саймону броненосец очень понравился. Позже он позвонил родителям, чтобы отпроситься остаться у друга на ночь. Да. Можно я останусь сегодня у Джо? Мне все равно. Ребята сегодня ночуют во дворе. Саймон уверен, что Бен будет неплохим отцом для его друга. Вместе же они пытаются угадать, кто из жителей города мог бы быть его настоящим отцом. Ну, например, трудовик. Он тоже левша, как и Джо. Нет, трудовик левша только потому, что оттяпал себе палец на правой руке. Мисс Вентвард связала Саймону свитерок, ведь его размера в магазинах нет. Бен впервые пришел в местную церковь и прикалывается над священником. У самого отца Рассела семья похожа на роботов. Саймон встал на лавку и надерзил священнику, за что его теперь вычитывает мисс Леви. У парнишки свой взгляд на веру и бога, и церковь со священником, по его мнению, совсем не обязательны. За свое вальнодумие Саймона посадили в угол. Спасти его от унижения пришла мисс Вентвард и забрала его от сварливой церковницы. Одним октябрьским днем скучающий тренер решил завалить свою команду и вызвал на поле Саймона Бирча. Однако на этот раз приказал ему бить по мячу, а не просто стоять как обычно. Для него это практически невыполнимая задача. Однако тут происходит невозможное. Саймон со всей силы бьет по мячу и тот улетает высоко в небо. Вылетает с поля и прилетает прямо в висок Ребекки Вентвард, которая подходила к стадиону. Так Саймон Бирч убил маму своего лучшего друга. В отчаянии Саймон ото всех сбежал и кричит, что ему очень жаль. На похоронах он стоит неподалеку и прячется от своего друга. После Джо рассматривает большую коллекцию бейсбольных карточек Саймона, которые тот ему оставил на пороге. Возможно, ему хотелось бы их получить обратно, предполагает Бен. И советует подарить ему что-нибудь взамен, что он также захочет вернуть. Джо оставил пакет на пороге дома Саймона. Внутри был броненосец, которого мальчишка пришел вернуть тем же вечером. Они размышляют, кто мог подобрать тот роковой бейсбольный мяч. Его нигде не было. Возможно, загадочный отец Джо? Саймон извиняется за то, что так произошло. Но, по его словам, он лишь инструмент Бога. Джо в ответ кричит, что Бога нет, как и нет божественного плана. Это несчастный случай. Такой же, как и то, что Саймон родился таким маленьким. Саймон пришел на могилу мисс Вентвард и просит ангелов, чтобы они вознесли ее в рай. Джо его сразу нашел. Мальчик плачет и опять просит прощения. Они снова вместе бегают по лесу и плавают на перегонки. Друзья больше не говорили о том бейсбольном матче. Им обоим было больно. Потому что Саймон любил мисс Вентвард не меньше, чем Джо. Именно она была его единственной настоящей матерью. Бабушка решила поговорить с внуком по душам. Она не вечная и нужно будет подумать о будущем Джо, когда она умрет. Он должен рассчитывать только на себя. Парень мечтает узнать, кто же его отец. Но эту тайну мать унесла с собой в могилу. Джо решил во что бы то ни стало все же выяснить, кто его отец. Это может быть учитель музыки. Или владелец мясной лавки, который оставлял Ребекке лучшие куски. Тут к ним подошел физрук, мистер Бейкер. И назвал мать Джо совершенно особенной женщиной. А вот, кстати, вполне приличный вариант. Джо вместе с товарищем тем же вечером пробрались в спортзал. Их цель – кабинет мистера Бейкера. Но дверь оказалась заперта. Судя по всему, божий замысел в том, чтобы Саймон открыл замок своей маленькой ручонкой. Джо не остановить. И он взламывает шкаф, в котором лежал спортивный инвентарь, а также бейсбольный мяч. Но, увы, не тот, который они искали. Джо психует и разбивает стекло. Оба заговорщика теперь сидят в кабинете шерифа. Он предлагает им два варианта – тюремный срок или общественные работы. Саймон, конечно же, за второй. Тогда они на каникулах помогут священнику в организации его зимнего лагеря. Теперь нужно, чтобы разбойников кто-то отвез домой. Бабушка Джо водить не умеет. А родители Саймона сказали, чтобы шериф оставил его на ночь за решеткой. Полицейскому было неудобно об этом говорить. Что ж, тогда их придется выручить Бену. Доброжелательный мужчина предлагает друзьям скушать по мороженому. Джо ему рассказывает о поисках своего отца. Увы, Бен также не знает его имени. Саймон же говорит, что его призвание – стать героем. Он постоянно высматривает какое-нибудь знамение. Но его все нет. А время постепенно утекает. Вряд ли мальчика ждет долгая полноценная жизнь. Мисс Леви набирает добровольцев для рождественского представления. Эдди будет Иосифом. А вот роль Марии достанется Марджери. Все остальные горят играть пастухов. Ведь у них даже нет слов. Счастливчика выбрали. А вот прекрасным божьим созданием, ангелом, будет толстяк. Но кого же будет играть малютка Саймон? Конечно же, младенца Иисуса. Никто больше в колыбельку не поместится. Но если Марджери считает это милым, то он согласен. На репетиции Саймон выводит из себя мисс Леви. Отец Рассел забирает коллекцию его карточек. И обещает вернуть после представления, если Саймон перестанет срывать репетиции. Мальчик снова делится мнением, что у Бога есть на его счет какой-то план. Что он его инструмент. Священник же считает, что он берет на себя слишком много. Один первоклассник плачет. Он не хочет ехать в лагерь. Но Саймон его уверяет, что все будет в порядке. И тот успокаивается. Малыши всегда слушаются Саймона из-за его роста. Чтобы снять стресс, мисс Леви вышла покурить. И в этот момент дети весело затянули песню о том, что праздник настанет, когда отрубят голову их учительницы, и она умрет. Женщина тут же расплакалась и нашла утешение в объятиях священника. Посмотреть представление пришли Бен и бабушка Джо. Роль позволяет Саймону любоваться Марджери и ее подросшей грудью. Мисс Леви потея и кряхтя спустила щекастого ангелочка. В этот момент Саймон не выдержал напряжения, прокричал «Титьки!» и потянул Марджери себе в колыбель. В то же время вес не выдержал крюк, и толстый ангел начал летать над залом. Он грозится вырвать и блюет прямо на мисс Леви. Саймон снова сидит в кабинете отца Рассела. Что же сегодня произошло? Не знаю. Что секс делает с людьми? Священник говорит, что все немного устали от выхода к мальчика. Его пока не хотят видеть в приходе. В зимний лагерь он также не поедет. В конце разговора Саймон просит отца Рассела подтвердить, что у Бога для каждого есть план и предназначение. Но священник не может этого сделать. Грустный Саймон, покашливая, побрел домой. Лежа в кровати, он тяжело дышит и не выходит на улицу. Мать говорит, что он заболел и не пускает Джо к сыну. Но в последний момент Саймон успел подойти к автобусу до его отбытия, чтобы попрощаться с другом. В лагере Джо следит за малышами, а Саймон ночью пробрался в кабинет священника, чтобы вернуть свои карточки. Но вдруг он обнаружил здесь и мяч, которым убил мисс Вентвард. Джо признается отцу Расселу, что иногда его обзывают ублюдком из-за того, что у него нет отца. У мужчины выступили на глазах слезы, и он предложил подростку обращаться к нему, когда понадобится помощь. Саймон подговорил Бена приехать в лагерь и, наконец, рассказать Джо, кто же его папа. Но священник их опередил и признался сам. Он познакомился с Ребеккой 13 лет назад. Однако легче Джо не стало. Он расплакался и назвал отца Рассела кретином. Сам священник жалеет, что все сложилось именно так. Ему хотелось бы повернуть время вспять. Саймон поедет обратно на автобусе вместе с остальными детьми. Джо предположил, что может быть в этом предназначение Саймона – помочь найти его отца. Вдруг на дорогу выскочил олень. Водитель резко крутанул руль, и автобус на большой скорости понесся вниз по склону. Сломав несколько деревьев, автобус въехал в воду. Отец Рассел вырубился, а водитель, испугавшись, просто убежал, запустив воду в салон. Дети кричат. Джо пытается их успокоить. И тут Саймон понял, что он жил ради этого момента. Он закричал и привлек внимание малышей. Течение очень сильное. Мальчик командует, что они с Джо будут брать детей по одному и опускать их на берег. Первым был спасен отец Рассел. Саймон, стоя по плечи в холодной воде, организовывает очередь, пока Джо переносит детей. Остался последний ребенок. И тут автобус снялся с мели и его понесло течением. В воду кинулся Джо и добежавший до берега Бен. Саймон нашел малыша. У того застряла нога. И наш герой ее освободил. Дверь заблокировала. Салон наполняется водой. Саймон задержал дыхание, нырнул под воду и подсадил шестилетку, чтобы тот открыл окно. Подплывший Джо его вытащил и передал Бену. Но Саймон вылезти не успел. Он пошел на дно вместе с автобусом. Однако вскоре показался из-под воды. Мальчик без сознания. Джо дотащил его до берега и упал от бессилия. Пришел в себя Джо уже в больнице. Он посмотрел на обоих мужчин. И взяв за руку именно Бена, сказал отцу Расслу, что увидится с ним уже только в церкви. У кровати Саймона сидит посетительница. Марджери поражена поступком героя и поцеловала его в щеку. Жаль, Саймон этого не почувствовал, так как был без сознания. Когда он пришел в себя, то сразу поинтересовался у Джо, все ли дети здоровы. Он хвастается тем, что его слушали из-за его маленького роста. А после просит друга взять его бейсбольные карточки и разделить их с Беном. Ты мой самый лучший друг. Я знаю, дурачок. Силы покинули Саймона. И он сказал, что немного поспит. Но так больше никогда и не проснулся. В июне следующего года от сердечного удара умерла бабушка Джо. Бен усыновил мальчика за два дня до его 13-летия. И он благодарит Бога за то, что Бен вошел в его жизнь. А Саймон помог ему обрести настоящего отца. Повзрослевший Джо уже и сам стал отцом. Своего сына он назвал Саймоном.